Добрый день, наши дорогие зрители, читатели и почитатели канала Континент ТВ. Сегодня 11 сентября и я ознакомлю вас с последними событиями, произошедшими за эти часы, минуты и возможно даже секунды. Заранее благодарю вас за ваши лайки, комментарии и поддержку нашего канала. Не забывайте подписываться, нажимайте колокольчик. Сегодня 11 сентября прошла траурная церемония по поводу 23 годовщины событий 11 сентября 2001 года. На траурной церемонии присутствовали президент Байден, вице-президент Камала Харрис, президент Дональд Трамп и кандидат вице-президенты Пенс. Стоит напомнить, что в этот трагический день произошло нападение на Соединенные Штаты Америки, в результате которых погибло более 3000 человек. Я хочу рассказать об одном малоизвестном факте, касающихся этих событий. По специальному отчету ФБР, первой жертвой теракта стал пассажир рейса, летящего в Лос-Анджелес из Нью-Джерси, который занимал кресло в бизнес-классе 9Б. Этим человеком был Даниэл Левин, израильтянин, который отслужил в отборных войсках армии обороны Израиля, команды с генштаба, и он первым оказал сопротивление террористам. Обладая навыками боевых искусств, он пытался остановить нападающих. Об этом сообщила все Ордеса, и в тот момент третий террорист нанес ему смертельный удар ножом. Ему было 32 года, он оставил жену и двоих детей, 5 и 8 лет, двух сыновей. Он был талантливым инженером, программистом, основал компанию Akamai Technology, и летел на деловую встречу в Лос-Анджелес. А теперь перейдем к событиям сегодняшних дней. Ну, конечно же, большую часть своего инфовыпуска я уделю дебатам. Довольно интересно прошла наша вчерашняя беседа в комментариях, где участвовало 6 человек, Лена Пригова, Игорь Цесарский, Миша Гирштейн, Игорь Гиндлер, Микс Хок, и я, Игорь Туфель. Но на тот момент мы не знали о некрасиве о некоторых довольно интересных деталях, о которых я вам сейчас расскажу. Дело в том, что где-то в час 30 утра на канале CNN огласили результаты опросов, связанных с выборами. По этим результатам оказалось, что 63% считают, что победила Камала Харрис, 37% считают, что победил Дональд Трамп. Но на самом деле меня немножко удивили результаты этих опросов, потому что если компания CNN хотела показать, что у Камалы Харрис практически в два раза больше почитателей, чем у Дональда Трампа, они могли бы сделать этот опрос и, собственно говоря, любыми цифрами, потому что когда в вопросе, к примеру, задают вопрос 100 человек, 100 людям, то получается, что 63 из них демократа, а 37 республиканцев. Результат можно предвидеть. Но на канале Ньюс Макс есть другие результаты. Канал Ньюс Макс после дебатов, после окончания дебатов просто устроил голосование по тексту сообщениям. То есть был объявлен пятизначный номер, по которому вы могли ответить, кто победил, Камала Харрис или Дональд Трамп. Результаты полностью противоположны. 4% считают, что победила Камала Харрис, 95% считают, что победил Дональд Трамп. 1% считают, что дебаты закончились в ничью. Ну, собственно говоря, это тоже неудивительно, потому что канал Ньюс Макс в основном смотрят консерваторы, люди, которые поддерживают Дональда Трампа, и поэтому из вышеперечисленных данных можно сделать по-моему вполне закономерный вывод о том, что на самом деле дебаты не имеют серьезного влияния на выборщиков. Те, кто решил голосовать за Трампа, будут голосовать за Трампа, те, кто решил голосовать за Камалу Харрис, будут голосовать за Камалу Харрис. Но есть довольно интересная статистика, по крайней мере, с 76-го года дебаты, которые проходили в Соединенных Штатах Америки, всегда заканчивались довольно интересными результатами. во всех дебатах, в которых участвовали сначала президент Форд и кандидат президенты Картер, потом 80-м году президент Картер и кандидат президенты Рональд Рейган, 84-м Рональд Рейган и кандидат президенты Мондел, 88-м Буш кандидат clothing и кандидат в президенты от демократической партии Я уже точно не помню, кто был в 88-м году, но это в принципе не имеет значения. Так можно продолжать и дальше. Обама Ромни, Обама Маккейн, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Человек, который побеждал в первом туре, проигрывал выборы. Я не хочу делать никаких предсказаний. Вообще данные дебаты, они сильно отличаются от того, что происходило до этого. Даже 4 года тому назад под эгидой пандемии. Но вернемся к 2016 году, когда они проходили по общеустановленному регламенту. Дело в том, что Камала Харрис, как известно, отказалась проводить дебаты на канале Фокс. И вот вчера, после окончания дебатов, поступило заявление от ее избирательной кампании, от представителей ее избирательной кампании, что Камала Харрис хочет провести второй тур дебатов. На каком канале, пока неизвестно. Неизвестно также, согласится ли на эти условия Дональд Трамп, но я думаю, что согласится. В чем, собственно, причина, почему она решила организовать второй тур дебатов, когда раньше она вообще не собиралась участвовать в дебатах и только в конце концов согласилась на проведение на кампании ABC. Причем долго отстаивала свое требование не отключать микрофоны, но в конце концов, буквально за несколько дней до дебатов, согласилась на это. На мой взгляд, тут есть два возможных варианта. Первый вариант заключается в том, что Камала Харрис, зная, что ее поддерживали два модератора от телекомпании ABC, Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис, безусловно, это были дебаты трое на одного, на любой другой компании. НБС и СНН исключаются, потому что дебаты с президентом Байденом состоялись именно на этом канале. И, кстати говоря, в отличие от дебатов вчерашнего дня, отличались достаточной объективностью. Но я думаю, это, скорее всего, связано с тем, что компания СНН уже получила определенные циркуляры от демократической партии не поддерживать Байдена. И, собственно говоря, после этих неудачных дебатов для президента Байдена, он был вынужден уйти, снять свою кандидатуру с кандидатов президента. Итак, почему же все-таки компания Харрис, а может быть она сама, в чем я сомневаюсь, решили провести второй тур дебатов? Первый вариант – организовать это на другом канале НБС или СБС или МСНБС, на который ей также окажут поддержку, возможно, еще более сильную, чем на канале НБС. И таким образом очередной раз показать, что она вела себя вполне достойно. На самом деле, я не вижу никакой достойности в ее поведении, кроме всего прочего. Было совершено множество ошибок, просто некорректного поведения с ее стороны, но об этом чуть позже. Второй вариант – Дональд Трамп отказывается от дальнейших дебатов, потому что в очередной раз оказаться в ситуации, когда он будет отстаивать против двух модераторов и Камалы Харрис свою правоту, в общем-то, тоже достаточно тяжело. В любом случае, вариант беспроигрышный. Беспроигрышный, потому что если Дональд Трамп согласится, у него опять окажется неравная борьба. Если Дональд Трамп не согласится, тогда его обвинят в том, что он, проиграв первые дебаты, о чем, собственно говоря, трубят левые каналы, боится вновь встречаться с вице-президентом Камалой Харрис. Фокс в данной ситуации исключается, но, на мой взгляд, именно отказ Камалы Харрис участвовать на дебатах, которые были бы организованы телеканалом Фокс, говорит о том, что она боится Дональда Трампа. И боится, прежде всего, объективности модераторов. Хотя, если мы вспомним дебаты Байдена и Дональда Трампа, которые вел ведущий Фокса Крис Уоллес, теперь перекочевавший компанию CNN, то об объективности тоже было тяжело говорить. Но, собственно говоря, это лишь мое личное мнение, и я просто хотел вам его изложить. Нападки на Дональда Трампа продолжаются, и в связи с этим стоит упомянуть о том, что после дебатов один из представителей канала CNN заявил, что он проверил все заявления Дональда Трампа. Оказалось, что 38 раз он сказал неправду. Он, правда, отметил, что Камала Харрис тоже сделала то же самое, но только один раз. И совсем по какому-то пустяковому вопросу. Но так ли это на самом деле? Кстати, Дэвид Мур и Линдси Тевис во время самих дебатов шесть раз перебивали Дональда Трампа и пытались уличить его во лжи. На самом деле они просто переворачивали факты наизнанку. Самый характерный пример. Дональд Трамп, когда речь зашла об абортах, заявил о том, что губернатор Северной Вирджинии высказывал сомнение о том, что аборты можно делать вплоть до 30-й недели беременности. На самом деле Дональд Трамп совершил ошибку. Это сказал не губернатор Северной Вирджинии, а губернатор Вирджинии, демократ Терри Маккалев. Более того, ни Дэвид Мур, ни Линдси Тевис почему-то не вспомнили о том, что в 2019 году демократы в количестве 47 сенаторов из 50 заблокировали предложение республиканской партии о принятии закона о том, что если в результате аборта на последних неделях, что разрешено во многих штатах, ребенок остается в живых, ему должна быть оказана медицинская помощь. Запомните эту цифру. 47 сенаторов-демократов заблокировали принятие этого закона, предложенного республиканцами. Только три демократа проголосовали за этот закон. Таким образом, не нужно даже цитировать губернатора Вирджинии, вся демократическая партия против этого. Что это означает? На поздних месяцах беременности делают аборты как искусственные роды, то есть, по сути дела, появляется выкидыш. Процент не слишком большой, но он все-таки существует, что ребенок, рожденный после этого, после искусственных родов, остается живым. И вот именно в этой ситуации во многих штатах ребенка просто убивают. И это факт, который был подтвержден голосованием в 2019 году, пять лет тому назад. Сколько раз соврала Камала Харрис, об этом почему-то никто не говорит, ни на канале CNN, ни на канале ABC. Ну, самая наглая ложь, которую сказала вице-президент, заключается в том, что она заявила, что женщина, у которой выкидыш, у которой идет кровопролитие, кровотечение, ее боятся принять в штатах больницы, потому что им, врачам, грозит пожизненное заключение за аборт. Во-первых, выкидыш – это не аборт. Женщина во всех больницах в Соединенных Штатах, во всех штатах оказывают помощь. Очередная ложь, ну, в принципе, чему здесь удивляться. А теперь вернемся к другим событиям. Комментарии, которые пошли против после дебатов. Один из самых ярых ненавистников Дональда Трампа, бывший губернатор штата Нинджерси Крис Кристи, заявил о том, что выступление Дональда Трампа было настолько упадническим, что все лидеры мира, и прежде всего, по словам Кристи, диктаторы, такие как Айатоллы иранские, как Ким Чен Ин и президент Российской Федерации Путин, почувствовали удовлетворение. И надеются на то, что именно он станет президентом. Хотя на самом деле официально не иранские вожди, которые, кстати, готовили покушение на Дональда Трампа, видимо, не из-за того, что они хотят, чтобы он стал президентом. От Ким Чен Ин и не последовало вообще никаких заявлений, а Владимир Путин в своем заявлении официально сказал о том, что он хотел бы, чтобы Камала Харрис стала президентом. Но при этом добавил, что решение остается за американским народом, и он в любом случае примет это решение. Но почему-то вот последнюю фразу многие каналы, которые передали это сообщение, упустили. Вчера в Соединенных Штатах Америки было арестовано несколько граждан Таджикистана, которые перешли в границу с Мексикой. Их арестовали за то, что они по предварительным данным имеют связи с террористической организацией ИГИЛ. В этой ситуации мне непонятны другие вещи. Почему же не арестовывают тех, кто открыто поддерживает ХАМАС? Это также запрещенная террористическая организация на территории Соединенных Штатов. То есть, видимо, здесь тоже идут двойные стандарты. Тот, кто поддерживает ИГИЛ, надо арестовывать. А те, кто поддерживает ХАМАС, надо отпускать на свободу. Именно так происходит со всеми, кого задержали даже после вандализма. В Нью-Йоркских университетах, в Массачусетских университетах. И в других университетах территории Соединенных Штатов Америки. Израильская армия обороны совершила несколько военных наступлений в районе гуманитарного коридора, в районе лагеря беженцев Хан Юнис, где находились и скрывались террористы. Собственно говоря, это не удивляет никого. По предварительным данным, шесть террористов были уничтожены. Причем от этих террористов, которые несли прямую ответственность за события 7 октября. Но, так или иначе, в ближайших выпусках, а конкретно завтра, я сообщу вам дополнительные подробности об атаках армии обороны Израиля. И в заключении, как на канале СНН, умеют переворачивать факты и говорить о том, чего, собственно говоря, не говорил Дональд Трамп. Во время дебатов он сказал о том, что нелегальные иммигранты в штате Огайо похищают животных, домашних животных, и едят их. Из-за отсутствия денег, из-за отсутствия пищи. Дэвид Муэр пытался провернуть эту информацию, которая, кстати говоря, появилась в газетах, и на телевидении о ней говорили не один раз. Но дело не в этом. Я сейчас не беру говорить о том, насколько эта информация соответствует действительности, а о том, что буквально через час после окончания дебатов на канале СНН заявили о том, что Дональд Трамп сказал, что люди, цветные люди, то есть люди-представители не белой расы, едят животных. То есть вот так один небольшой нюанс, что в принципе не противоречит тому, что сказал Дональд Трамп, потому что все нелегалы, которые переходят границу, именно являются представителями не белой расы. И последняя вишенка на торте в виде микрофона. Как вчера было сказано в нашей программе, это обнаружил Игорь Кинглер, в ушах у Камалы Харрис была сережка. Также появилось сообщение в соцсетях, что компания Nova H1 выпускает специальные микрофоны, которые в точности соответствуют по виду той сережки, которая была в ушах у Камалы Харрис. И вот здесь совершенно неожиданно, сегодня утром вдруг появилось опровержение, которое опубликовал журнал Newsweek. Там написали, сразу скажу, беспомощное опровержение. Там было написано, что микрофон Nova H1 не существует. Вернее, он существует, но он ещё не закончен в своей работе, и приобрести его невозможно. На самом деле, я после этого просто решил проверить. Оказывается, не только что невозможно, есть даже цена 657 долларов. Его можно заказать. Но дело не в этом. Даже если бы таких микрофонов не существовало в открытой продаже. Объяснять тем, что их нету, просто, что их нельзя купить на Амазоне, что их нельзя купить на eBay, но, извините, речь идёт о, возможно, будущем, не дай бог, президенте Соединённых Штатов Америки. Там совершенно другие возможности. И, собственно говоря, даже не обязательно обращаться в эту компанию Nova H1, а можно сделать это в лабораториях Соединённых Штатов Америки, которые вполне могут сделать такой же микрофон и гораздо более чувствительный, чем это делают для общедоступного рынка. На этом я заканчиваю свой инфовыпуск. С вами был я, Игорь Туфельд. Ещё раз благодарю вас за ваши комментарии, лайки и поддержку нашего канала. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok